Развитие мужского и женского гометофитов у покрытосеменных предельно сокращено. Они представлены лишь некоторыми частями цветка, семизачатком и пыльцой. Женская гомето-яйцеклетка развивается в зародышевом мешке семизачатка, находящегося внутри завязи пестика. В центральной части семизачатка одна из диплоидных клеток делится миозом, в результате чего возникают четыре гоплоидные клетки мегаспоры. Три из них отмирают, а одна претерпевает трехкратное деление метозом, образуя восемь гоплоидных ядер. Одно из них становится ядром яйцеклетки, пять других идут на образование женского гометофита, зародышевого мешка. А два оставшиеся сливаются в центре, формируя центральную диплоидную клетку. В зрелом женском гометофите имеется лишь одна женская гомета-яйцеклетка. Один из спермиев оплодотворяет яйцеклетку, и его гоплоидное ядро сливается с гоплоидным ядром яйцеклетки. Образуется диплоидная клетка, из которой в дальнейшем развивается зародыш. Второй сперми сливается с диплоидным центральным ядром, и в результате возникает триплоидная клетка, из нее позднее разовьется питательная ткань, эндосперм. Восемь гоплоидных ядер, находящихся в большой клетке, это и есть зародышевый мешок, женский гометофит цветковых растений. Мужские гометы, спермии, формируются в пыльцевых зернах, пыльниках тычинок. Обычно пыльник состоит из четырех гнезд, заполненных клетками. Эти клетки делятся миозом, в результате чего из каждой развиваются четыре гоплоидных клетки. Микроспоры, затем гоплоидное ядро микроспоры делятся метозом, и образуется пыльцевое зерно пыльца. Мужской гометофит цветковых растений. Оно состоит из двух клеток, большой вегетативной и маленькой генеративной, покрытых двойной оболочкой. Генеративная клетка вскоре делится метозом еще раз, и образует две мужские половые клетки, спермии.